и всем привет мои дорогие подписчики и зрители моего канала с вами как всегда кунька присутся как всегда на моем канале и да именно так я выгляжу вот и но для тех кто не заходит на стримы так то кто на был на стримах тот уже естественно как я выгляжу и сегодня хотелось бы с вами поговорить на такую тему думаю каждый трейдер об этом да и просто человек задумался над тем что трейдер трейдеру друг или враг ну кто вообще вот туда трейдер другому трейдеру вот и давайте начнем первое зачем вообще дружить трейдером вот первый такой вопрос зачем мне дружить допустим другим каким-то трейдером все очень просто народ во первых и другой трейдер может владеть информацией которой не владеете вы такое допустим как про паутинки про фазы редкие паттерны на волнах допустим 2 4 фаза опять же редкие паттерны на мраморном градиенте ну это у нас огонь и лед чаще всего но все же да то есть человек заранее может иметь больше информации чем мы это первый вариант второй вариант допустим он такой же как и мы да то есть тоже либо ничего не знает либо знает уровне на уровне среднем либо да то есть там ну чуть больше чуть меньше знает нас но есть опять же такой момент допустим но лично я за себя буду говорить но в инвентаре в стиме по одной игре можно иметь не больше тысячи предметов в игре у нас очень ну по крайней мере в кс го да и доте очень много различных других предметов да это у нас ножи ножи у нас делится на 5 там качестве бы допустим на два качества если мы берем в волны градиент нам на градиент да то есть и плюс ко всему опять же калаши эмки а вики очень много нас кино да вот этих очень много скинов нереально удержать в этих 1000 ячеек до которые нам дают то есть соответственно еще иметь хранилище в общем все скины все скины которые есть к изгу очень сложно иметь у себя в инвентаре со всеми качествами опять же есть еще и ст ну то есть 100 трек вот и что может быть допустим у человека нету нужно скинов ему написал человек другой да допустим player типа так то так то я ищу коготь кровавого паутина до качества после полевых у моего знакомого трейдера банально может не быть такого ножа а у меня в интере он может и быть и он берет ссылочку кидает на меня типа вот так то так тут у него есть попробуйте не поторговаться принципе нормальный парень то есть это уже у нас пойдет как небольшой знаете сетевой маркетинг грубо говоря надо я понимаю что некоторые вообще не значит к сетевой маркетинг это в дальнейшем каких в дальнейшем видео я расскажу не в этом а уже дальше который будет видео выйдет там через неделю через две а вот то есть вы получается это нам халявная реклама от другого трейдера может прилететь да и значит мы охватим больше людей которым нас потенциально может быть трейд это информация ну и банально просто дружба с которым можно но просто дружес когда можно поиграть потих Chick поиграть и так далее и так и тому подобное вот в чем выгода да опять же вот ему дружить со мной потому что я к нему также могу привести людей я могу знать 100 чего не знает он я может его могу связи с тем до кого он не знает ну допустим банально фурион да мы с фурион дружим но он конечно особо удачный привет потому что фурион это селлер а вот но мы дружим фуриона зачем ему с дружи со мной трейдером я ему не буду продавать скины с То есть, ну, за очень редким исключением, если мне прям очень бабки понадобятся, я ему продам. Вот, но в то же время, благодаря мне, я знаю то, что он несколько раз продал скины по очень выгодному вкусному прайсу, а не за деф. То есть, я ему говорил, слушай, выстави там-то, поставь такой ценник, и все будет ништяк. Вот, то есть, выгодно это ему продать дороже. Ну, то есть, он, грубо говоря, вот, ну, смотрите, ножик керамбит, да, возьмем, к примеру. Я не помню, сколько сейчас стоит четвертая фаза, на момент тогда, когда было это все. Грубо говоря, он хотел продать его за 4 700 юаней. Я ему говорю, 4 700, это мало за этот ножик, потому что я вижу красивый паттерн. Я ему говорю, попробуй поставить 5 300, и если 5 200 дадут, да, в сушечку, продавай. Вот, он так и сделал, в итоге он наварился на лишние 9 тысяч рублей. Потом, с другой стороны, зачем мне это нужно, да? Ну, зачем мне дружить с Фурионом? Банально, первое, это то, что если мне понадобится продать кому-то что-то, я могу с ним договориться на более выгодный процент. То есть, грубо говоря, продавать ему не за 93 от бафа, а договориться там, давай, слушай, по-братски, за 97 от бафа. Да, опять же, там, допустим, когда у меня выступают какие-то розыгрыши и так далее и тому подобное, я также ему пишу, типа, Фурион, по-братски, слушай, про рекламу. Ну, честно, просто про рекламу. Он, опять же, говорит, да, Макс, без проблем, дает рекламу. Опять же, ко мне приходит новая аудитория. Новая аудитория – это развитие моего YouTube-канала. Это выгодно? Выгодно. То есть, у нас с ним выгодные отношения. На самом деле, я считаю, как в дружеских, так и в обычных отношениях есть какая-то выгода. Ну, по мне. Ну, грубо говоря, извините, надоело в кулак молотить. Нашли девушку, да, она уже вам вот молотит. Ну, я просто так вот утрирую. Вот, но, опять же, вот с Вишней я дружу, да, человек оценивает наклейки. В то же время я там привожу к нему людей и так далее, которые либо стикеры хотят, либо тоже, чтобы я оценил стикеры. И также потенциально у них потом может появиться сделка. Поэтому, вот, лично у меня так сложилось с моими друзьями, то, что у нас все взаимовыгодно. Я им даю какую-то информацию, я им даю людей. Они мне дают какую-то информацию, они мне дают людей также. Следующий вопрос, вот, зачем вот это все, да, то есть, ну, вы можете предтащить, да, ты дружишь с ними, но ты также вещаешь на YouTube, рассказываешь о фазах, паттернах, показываешь трейды, рассказываешь про виды скамов и так далее, тому подобное. В чем лично моя выгода вот так вот на YouTube вещать, это все. Потому что, опять же, у меня же есть, да, круг общения трейдеров, селлеров, с которыми я общаюсь, да, то есть, у нас дружеские отношения, с некоторыми просто хорошие отношения. Вот, зачем мне это вообще вещать на YouTube? Народ, все тоже очень просто, смотрите. Это также будет потом в дальнейших видео более подробно рассказано, просто не хочу растягивать видеоролик, потому что понимаю, что все люди трейдеры, занятые и так далее. Смотрите, в чем еще моя выгода? Да, вот вы рассказываете это все на YouTube и так далее. Знаете, самая моя большая выгода, это не дать скамерам вас обмануть. Да, народ, кому-то это покажется забавным, но когда-то давным-давно меня заскамили на 70 тысяч, также моих знакомых с камерами, знакомых с камерами, ну, такие неслабые суммы, потому что все мы люди, все нам свойственно ошибаться, я в итоге там 70% от этой суммы смог вернуть, там, сложная ситуация, не буду ее рассказывать, потому что, ну, честно, не хочу. Придете на стрим, может, расскажу. Вот, и, короче говоря, просто, чтобы скамеры не могли заскамить вас, потому что чем будет меньше обманутых людей, тем больше эти твари, ну, тем меньше эти твари, точнее, получат, да, тем больше не будет гореть жопа и так далее и тому подобное. Вот, просто банально насолись с камерами, чтобы мои подписчики стали более опытными, ну, по поводу даже тех паттернов, фазов и так далее. Да, и что лучше брать, что лучше не брать, как лучше продавать, как лучше не продавать, да, через маркет, как многих скамили. И скамили на хорошие такие суммы, кладбище скамер, к сожалению, закрылась группа, но там были люди, которых скамили по 50 тысяч, в помощи маркета. Ну вот, а так, ко мне люди приходят, типа, либо приходят на стримы, либо ко мне в ЛС, ссылка также будет в описании и на мой ВКонтакте, то есть, можете туда приходить, писать, я отвечаю по возможности, либо там отправляю в чатик свой, также чатик будет в описании, там тоже можете спрашивать. Вот, то есть, банально насолись с камерами. Мне очень приятно то, что эти мрази ничего не получат. Следующая моя выгода, ну, то, что не все подписчики мои, да, не все мои аудитории, это трейдеры, это также плееры. Плееры это люди, которые просто играют в CSGO, но, допустим, играют со скинами. Им также захочется обновить свои скины, допустим. А перед продолжением видосика, хотел бы каждого лично из вас пригласить в свою группу по трейдам, здесь вы можете выкладывать свое явление, либо, допустим, даже если вы просто плеер, прийти и поискать здесь нужные вам скины, поменяться с трейдерами, чтобы гораздо выгоднее, нежели меняться по сайтам. Давайте создадим в группе огромный скактив. Заранее всем огромное спасибо за ваше объявление здесь, за ваши подписочки на эту группу, вам огромненькое за это спасибо и лайки. Ну, а если вам мало этих видосов, где я просто показываю разных клоунов, у меня также есть группа, я худею с ваших трейдов, ссылочки все в описании, народ. Здесь вы также можете выкладывать всякие трейды, которые вам приходят клоунски, вот, допустим, идти по 15к по бафу, это выложил мой подписчик, не я, но также и я сюда выкладываю, допустим, различные трейды, которые так или иначе отлетают перед началом записи видео, и поэтому здесь можно увидеть эксклюзивные трейды, также какие-то остроумные подписки, да, то есть с оскорблениями и так далее, и шутками, поэтому если вам мало таких видосов, пожалуйста, ссылочка в описании, и я худею с ваших трейдов, также жду подписочки ваши и заранее вам за это огромное спасибо. И что они сделают? Пойдут на CS Money, где, условно, 11% комиссия, либо обратятся ко мне, и я отдам им тот же скин, но за 5% комиссии, что для них будет выгоднее и в то же время для меня. Опять же, видите, взаимовыгода. Я предлагаю меньше процента, чем сайт, люди при этом меньше теряют, да? Вот опять же, почему бы не иметь YouTube-канала, не рассказывать о трейдах, да? Потому что я также привлекаю новую аудиторию, также и трейдеры некоторые со мной согласны, там, на хорошие сделки для меня, не знаю, в чем их вообще выгода, но реально есть такие трейдеры, которые, ну, обмениваются со мной по выгодному проценту для меня. Не знаю, в чем это их выгода заключается, может, в моей росписи, кому-то, может, моя роспись так нужна, я не готова один раз на сделку сделать себе такую минусовую. Вот, и опять же, да, вот, как воспринимать других трейдеров, да? Ну, вот, понятно, ты с этими дружишь, вот как воспринимать других трейдеров? Знаете, народ, их надо воспринимать, как также друзей и товарищей. Понятно, что есть конченая элита трейдеров, которые пытаются у вас за скамить тертыми наклейками, которые искусственно завышают цены. А опять же, есть такой вид скама, когда к тебе обращается человек, говорит, так-то так, у этого человека есть очень выгодный предмет, я у него в ЧАЭС, ты можешь с ним затрейдиться, я тебе дам вот столько-то. Человек радостно бежит, отключает голову, затрейдивает, теряет на этом хорошие бабки, приходит к этому человеку, и тот человек закидывает его уже в ЧАЭС, пожалуйста, вот вам одна схема развода, и да, то есть, опять же, людей вот этому всему учить, и есть трейдеры, да, вот трейдеры, просто трейдеры, которые просто трейдятся, не пытаются скамить, ну, зарабатывают, скажем так, на проценте честным трудом, а вот это стопроцентный плюс. Опять же, почему еще трейдеров надо воспринимать как друзей, да, как друзей, потому что благодаря трейдерам занижается немножечко процент. Да, кто-то скажет, в смысле, за что их благодарить, за что их считать друзьями, это, конечно же, больше к плеерам сейчас относится, потому что, представьте, да, здоровая конкуренция, что это такое, допустим, мой подписчик говорит другому подписчику, что, блин, я готов тебя менять эти ножи, там, два ножа, пускай каких, которые есть у меня, за 7%, я такой говорю, не, ни хрена, я дам эти же ножи, только возьму 5% себе в плюс. Это для плееров, конечно же, очень круто. Для трейдеров, конечно, да, не совсем это будет хорошо, но все равно это лучше, потому что, опять же, также можно иметь наглые сайты, например, Кайсмани, да, которая искусственно занижает какие-то ножи, искусственно завышает какие-то ножи. Трейдеры, я думаю, поймут, о чем я, плеерам нет смысла это объяснять, но это долго и муторно будет. Вот, так что, опять же, благодаря такой аудитории, да, аудитории трейдеров, можно защититься от скама, можно получать меньше процентов, можно получать больше сделок. Вот даже сейчас, допустим, все мои аудитории, трейдеров, да, вот если все сейчас переведут ссылочку, я уже провел рекламу, скорее всего, вы увидели этот видос, да, вставку в видос рекламную с моей группой, да, вот если все перейдут туда, начнут выкладывать объявления, поднимется актив в группе, из-за того, что поднимется актив в группе, группа поднимется выше в рекомендациях, из-за того, что группа поднимется выше в рекомендациях, Больше придет туда еще трейдер, это даст еще больше толчок актива, придет еще больше тогда и плееров Так же, как сейчас, я думаю, кто-то посмотрел этот видос из плееров, да, и такой, блин, слушайте, а может мне тоже поменяться? А у куньки ничего такого интересного нету, но есть группа Пошел в группу и там скидка обменялся, при этом потерял меньше процентов, да, то есть, ну, 5% грубо говоря, а не 11, если обмениваться на ксмане 11% это условно, потому что какой скин, на что менять, там уже будет процент прыгать либо выше, либо ниже Вот, это тоже надо понимать Вот, так что понимаете, вот, опять же, как вот еще, самое простое, вот, для тех, кто до сих пор считает всех, всех абсолютно рядом трейдеров уродами Которые крадут потенциальных, скажем так, клиентов на трейд, грубо говоря, да, давайте будем честны Давайте будем честны, я лично, опять же, буду говорить за себя С инвентарем почти в 400 тысяч по ксмане я имею всего лишь от 1 до 4 сделок в день Даже если мы возьмем максимально 4 сделки в день, возьмем в среднем, пускай, 3 предмета, да, 4 на 3, мы получаем 12 12 предметов в день мне удается затрадить, в то время как инвентарь у нас на 1000 предметов И надо прекрасно тоже это понимать, то, что это здоровая конкуренция И, опять же, когда рядом есть люди, которые также трейдятся, это заставляет вас самосовершенствоваться Объясню, опять же, что это значит Смотрите, самосовершенствоваться, это считать лучший процент, да, то есть получше процент высчитывать Во-вторых, лучше разбираться в рынке, больше начинать изучать рынок, какой скин лучше взять, да, какой скин лучше не надо брать, даже если дают в плюс Видите, опять же, это все заставляет человека двигаться, когда у него есть конкуренты, когда человек другой может сделать более выгодную сделку Либо имеет более интересный инвентарь для плееров, да, это заставляет нас развиваться Любое развитие это уже хорошо, неважно как оно и где, но стремление к тому, чтобы, ах ты падла, я сделал лучше инвентарь, чем у тебя, да, там продал, перерасобрал с помощью сайтов, с помощью других трейдеров Опять же, зная про проценты и так далее, то есть человек сможет с помощью этого развиваться А когда человек получает какую-то цель, развивается и так далее и тому подобное, это пригодится потом не только в трейде, но и вообще по жизни Вот, после такого видосика, я не знаю, как сильно я вас нагрузил, я постарался максимально все понятно по пунктам и взял каждый пункт, ну, размасштабировал, рассказал, какой можно подвести итог Итог здесь на самом деле очень простой, я считаю то, что трейдеры должны дружить друг с другом Понятно, что у меня есть трейдеры знакомые, скажем так, которых я знаю, с которыми я не очень хорошо общаюсь Но это уже идет больше личная неприязнь, так-то, конечно, я никакому трейдеру зла не желаю, кроме скамеров и так далее Трейдеры, которые искусственно завышают, да, свои ценники, либо лоу-борят по-жесткому Таких трейдеров, да, я терпеть лично не могу, да я их и трейдером не считаю Потому что настоящий трейдер, он имеет какой-то определенный процент, который он, вот, у меня есть рамки, да, вот я в эти рамки пытаюсь всегда уложиться Я не пытаюсь взять больше, ну, естественно, не хочу брать меньше, вот Есть трейдеры такие же, как и я, есть начинающий трейдер, есть скины за кейсы, опять же, скины за кейсы Это трейдеры, которые за обычные кейсы дают людям хорошие предметы на плей, да, допустим, каким-то другим школьникам Да, в основном скины за кейсы мне лично, кажется, занимаются более, скажем так, молодые трейдеры, да Вот, так что какой итог, народ? Дружите, общайтесь со всеми, потому что, ну, порой реально не знаешь, откуда можно дождаться помощи Потому что, реально, вот, Вишня, казалось бы, да, вообще неадекватна, ну, так вот реально с ним пообщаешься, думаешь, блин, что за чувак? А вот так вот, потом фига, слушай, Вишня, блин, посчитаешь наклеечки, как, чего Вот, ну, я лично буду за Вишню говорить и Дарпу, да, то есть два таких человека, которым я лично обращаюсь за наклейки Потому что, как я не пытаюсь их посчитать, не смотрю на конкурентов, у меня просто такое Я вот смотрю, напрягаюсь, я думаю, кто учился в школе, блядь, все учились в школе, что я тупую вопрос задаю Но вот кто-то пытался, да, вот, знаете, какой-то предмет выучить, вы смотрите, вы уже сто раз прочитали Но у вас нихрена не получается, вот просто, просто затуп какой-то Вот у меня так же с наклейками, я уже пытаюсь, я уже примерно понимаю, да, но все равно А вот как Дарквуд, как Вишня, я считать не умею, я всегда к ним бегу за помощью Вот реально я бегу, типа, блядь, пацаны, помогите реально, я не могу разобраться Они мне помогают подсчитать, и в итоге я понимаю, выгодна это мне сделка или нет Вот, так что, надо дружить, народ, и не надо воевать друг с другом Вот, народ, ну а на этом у меня сегодня все, спасибо всем огромное за просмотр Спасибо всем огромное за ваши подписки, лайки, комментарии, колокольчики, то, что жмете, сердечко нажимаете Реально, для меня это огромнейшая поддержка, потому что сейчас у меня такой период в жизни Когда мне прям реально любой комментарий, любой лайк уже поднимет настроение очень жестко Напоминаю, что все ссылочки на мои группы, дискорд сервер, группу, где вы можете общаться Также, знакомиться с другими трейдерами, узнаю, что это для себя новое, это все есть в описании Ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота Всем удачи, народ! Субтитры сделал DimaTorzok